Помолите ей вопрос, ну, наоборот, человек. С точки нахождения в храме или в зале что? Ну, то есть, если человек располагается, там, южный, запад или с точки света, ну, это не применимо здесь, сейчас, если все на восток повернутся, то, а где восток у нас, в какую сторону? Вы с востока сидите. А? С вашей стороны в восток. Я на востоке сижу, да? Да, в юго-восток. Ну, я бы не сомневался, это еврейский центр, здесь все продумано. Тогда, да, ко мне благоприятно вам поворачиваться. Но некоторые будут сзади сидеть, и не надо париться в этом плане. Если удобно сзади сидеть, значит, нормально. Положение направления имеет важное, но не настолько важное значение, как, допустим, неподвижное положение тела, концентрация внимания, место само. Но, допустим, если ты находишься, допустим, в Иерусалиме, в еврейском храме, когда он функционирует, еще когда он функционирует, то неважно, как бы, там не было значение, с какой стороны заходить. Это значение именно имело больше общественное, разные слои населения с разных сторон заходили. Но там внутри уже, как бы, ты у Господа за пазухой, и ты, как бы, нормально тебе везде, внутри находишься в святыне, и везде хорошо там быть. Но, конечно же, определенные ритуалы требуют направленности в какую-то сторону света, и это очень важно знать. Но в данной ситуации, которая сейчас у нас, не имеет сильно большого значения. Не заморачивайте слишком сильно, иначе вы будете беспокоиться там. Сел немножко не туда, тебя повернуло, и все, и молитва закончена, потому что думаешь, ой, ну теперь все пропало. Дальше, девушка вот в белом, нет, вот посередине, да. Говорится, что не нужно ждать плодов от молитвы. Но даже сюда я пришла, понимаю, что здесь будет мощная молитва, потому что все собрались молитвами. Мы говорим о разжигании желаний. Вот, допустим, дерево растет, да, растет сначала цветочки. Когда же яблоки, когда же яблоки? И когда яблоки появились, вы раз, зелеными их сорвали. Почему? Потому что вы сильно ждали плодов. И из-за того, что сильно ждали, вы раньше времени их сорвали, у вас не хватило терпения. Вот об этом речь. Что само ожидание – естественная вещь, что человек хочет в жизни счастья, но не надо сильно на этом концентрироваться, на своем ожидании, на своем желании. Не надо сильно концентрироваться, потому что оно мешает. Допустим, ты хочешь замуж, ты, допустим, познакомилась с парнем и очень сильно хочешь замуж. Это тебе поможет выйти замуж или помешает? Помешает. Помешает, да, ты его начнешь доставать. Он говорит, господи, я еще не успел познакомиться, она у меня уже в душах. И он от вас начнет убегать. Испугается. Что такое? Насилие какое-то происходит. Ну, то есть, сильное желание – это то, что неблагоприятно, когда человек распускает свое желание, он не может сосредоточиться на молитве, он не славит Господа, думает, думает все время о том, что он хочет от Него. И тогда никакой молитвы не будет. Но если человек просто попросил что-то, у него сильное желание, но он старается его с Ним совладать. Он попросил и дальше славит Господа, думает о Нем, тогда все классно получается. Желание никто не отменял. Просто с Ним надо совладать, не давать ему волю. Надо думать о Боге именно. Когда с парнем встречаешься, надо стараться озаботиться о Нем, желать им мешать, чтобы ему хорошо было с тобой. У тебя есть желание, тайное желание. Замуж есть у тебя. Но ты не знаешь даже за Него или нет, ты пока сама не решила. Вот. У тебя есть желание, но ты не навязываешь это желание. Просто служишь, заботишься, стараешься вести себя деликатно. То есть нужно совершать эскезу. А женщинам не будет приятно совершать эскезу. То есть если ты через силу делаешь, это будет приятно или не будет приятно? Ну какое у вас желание? Здоровье. Не хотите себя запрещать, да? Да. Ну идите сюда ко мне сейчас. Как вас зовут? Алина. Алина, да? Да. Алиночка, такая хорошая девочка у нас. Давайте подходите ко мне. Вот, Алина, нагнитесь ко мне сюда. Вот я вас благословляю, чтобы вы были здоровы. А вы, ну в ответ на мое вот благословение, будете сегодня все время славить Господа и не думать о своем здоровье. Договорились? Да. Благодарю. Все. Мы решили все. Все. Видите, женщина, видите, она не будет себя заставлять. Так? С женщинами можно разобраться таким образом? Она себя не заставляет же. Она просто делает все из любви. Я ее благословила, она будет теперь славить Господа. С радостью, да? И все вопросы решились, правда ведь? Все. Классно. Женщина не должна себя насиловать так. Я сказал, а не думайте о мужике. Во время молитвы. Она должна договариваться с собой. Она должна Господу сказать, мой дорогой Господь, вот я не могу себе желание запретить мое. Я женщина. Я не должна себя мучить, насиловать. Я такая, я для счастья родилась. Мужики пусть запрещают там себе. Чего вот Олег Геннадьевич, ну мужчину пусть все запрещают. А чего вот о нас-то он женщин хочет? Мы же для счастья родились. А вы можете с Господом договориться. Вы можете сказать, давай я не буду сильно думать о молитве. Ой, о своем здоровье не буду сильно думать сейчас во время молитвы. И буду тебя славить. А ты мне за это здоровье дашь. Договорились? И так, Господи, он говорит, ок. Все. Все можно договориться. Не обязательно там сильно думать, заставлять. Я здоров, я хочу. Просто можно договориться. Все. Хорошо? Можно по-доброму все вопросы решать. Ну то есть, вы если обещали, вы же воспитанная девушка. Вы если обещали Богу, что во время молитвы будете его славить. Вам же неудобно будет уже думать о чем-то другом, о своем здоровье. Правда? Вы ему пообещали, а он вам пообещал. Все. Вот так вот, женщина. Она договаривалась. Теперь начинается у нас настройка. На сцену выходят два человека, которые мне помогают обычно показывать положение тела разное. Первое положение тела называется стоя возле стеночки. Вот значит, мы встаем к стеночке. Вот так раз. И ноги отставляем от стеночки. Если вы нарушите эту инструкцию, и ноги у вас будут прямо прямиком к стеночке, то есть вероятность, что вы будете падать лицом вниз. И кого-нибудь зашибете, и сами тоже покалечитесь. Поэтому, чтобы не падать лицом вниз, надо ноги от стеночки отодвигать. Если вам будет плохо, вы просто сползете по стеночке. Это первое предостережение. И второе предостережение. Очень и очень серьезное для всех вас. Потому что каждый раз у нас кто-то валится. И нам это уже надоело со Сашей, с организатором. Поэтому предостережение такое. Если вы никогда возле стеночки не стояли во время ретрита 65 минут, я вам запрещаю это делать. Поднимите руки, кто вот раньше стоял, стоя молится. Вот все, кто стоя молится, можете в стеночки встать. Все остальные не должны этого делать. Потому что вы не знаете, насколько сильно большая нагрузка на организм идет во время этого мероприятия. И, соответственно, не знаете последствий, какие могут быть. А последствия у нас самое неприятное, это когда люди падают. Резко теряется сознание. Человек просто вот так, как стойка, так пум. Очень неприятная ситуация. Вот. Положение стоя. Это положение, которое очень сильно помогает на первом этапе принятия судьбы. Вот взять свой крест. Это положение стоя очень помогает этому. Когда судьба на тебя навалилась, и ты хочешь ее выдержать, напор, то положение стоя сильно помогает. Но даже если у вас такая ситуация, и вы никогда не стояли возле стеночки, тогда сегодня вы этого делать не будете. Вот. Теперь на сцену можно. Да, надо еще назад, назад, назад. Стыночки забыл, забыл, забыл. Вот. Если вы чувствуете, что у вас все затекает, жар в теле, напряжение сильное, какие-то спазмы начались, головокружение, то вы можете присесть вниз. Присесть вниз. А ножки-то отодвигаем. А, здесь колонка, да, я понял. Ну, присаживайся вниз. Нет, нет. Вот как вот он там, ножки-то отодвинутые, он так раз приселся вниз на 20 секунд, а потом встал опять после 20 секунд. И в таком же положении тела продолжаем. Не меняем положение тела. Можно до трех раз вот так присаживаться за 65 минут. И это будет все сохранение полностью аскезы. Ничего не нарушится. Все, теперь на сцену. Оба заходите. Следующее положение тела, стоя на коленях. То есть садимся на пол. Ножки можем вытягивать, как балерины, или поджимать под себя. А вы боком сядьте, чтобы люди видели. Вот так вытягивать, или под себя немножко можно. Вот. Под себя легче, вытягивать тяжелее. Вот. Когда вы на коленях стоите, то это следующий этап принятия судьбы, когда вы привыкаете к судьбе. Не крест вы приняли, а уже привыкаете к ней. Вот это положение на коленях. И если вы чувствуете, что все затекло, тяжело, невозможно находиться, то вы покошачьи вот так раз вперед на руке обракатились на 20 секунд максимум. И потом назад на колени. И так можно до трех раз. Понятно. Это положение на коленях способствует принятию судьбы, углубляет эту возможность. Вот. Если вам не разрешено, я не разрешил стоять возле стеночки, то вы можете стоять на колени. Лучше всего это делать где-нибудь на сцене здесь или возле стеночки опять же. На стуле, наверное, не получится у вас. Это опасно. Там баланс можно нарушить. Следующее положение тела, это поза алмаза. То есть вы с коленей так же боком, с коленей садитесь вниз. И два есть варианта. Один вариант, стопы подгибаем под себя. Да, можно вставать, смотреть. Не будет. Стопы подгибаем под себя. Вот так. Это облегченный алмаз. Легче так сидеть. Подогнувшись стопы. А второй вариант, вытягиваем ноги. Вытягиваем. Есть еще один вариант. Если у вас есть какой-то объемный, какой-то мягкий предмет, вы можете между ног положить и сесть. И вот так. Да, сделать так, чтобы вам не сильно глубоко проваливаться. Тогда легче будет сидеть. Поза алмаза — это положение, которое выдавливает судьбу, не дает ей проникать в вашу жизнь. Вот, допустим, муж собрался уходить, а вы в позе алмаза молите 65 минут. И он не может уйти, потому что вы не даете ему свои силы. Держите его. Понятно? Не даете судьбе начать действовать. Своё действие плохое не даете. Или, допустим, родители в реанимации там кто-то лежит, или судьба хочет их забрать жизнью. Вы раз в алмаз, и не даете человеку уйти из жизни. Ну, то есть это очень мощное положение тела и очень тяжелое. Поза алмаза, конечно, я не советую тем, кто первый раз там и вообще не тренирован. Не советую это положение тела занимать. Но я вам советую следующее положение тела. А! Поза алмаза, если прям всё стекает сильно, то опять покошачиваю так же, тоже как с коленем. Вот так раз. Расслабились на 20 секунд, потом назад. А ступни можно менять? Менять можно ступни, не мешает это аскезу совершать. То так ступни, то так можно менять. Да. Вот. Дальше следующее положение тела, как раз то, которое легко переносить и можно 65 минут без труда. Это поза бабочки. Теперь надо туда повернуться. Вот. Поза бабочки. Можно за руками, за стопы держаться. Можно просто на колени вот так вот руки свесить. Да. Вот два варианта. Если вы... Поза бабочки, это положение тела, которое даёт гармонию с окружающим миром. Усиливает спокойствие, доброту, гармоничность с окружающим миром. Успокаивает человека. И это положение тела не такое сложное. Оно переносится легко. 65 минут можно легко выдержать. Вот. А вы там видите? Всё видите, что показывает? Всё хорошо. Следующее. Тяжело. Ну, выберите. Всегда выбирайте самое лёгкое для вас положение. Вот какое вам легче всего, то и делайте. А вот здесь как-то облегчается? А? Вытяните кровью, пожалуйста. Нет, бабочка облегчается. По-турецки садишься. Вот так раз. По-турецки сел. Посидел. 20 секунд. А потом 5 бабочку. Вот так. Всё. Следующее положение тела полу-лотос. То есть, одну ножку на другую закидываем. И это положение тела увеличивает концентрацию внимания. То есть, если вы хотите, чтобы у вас лучше молитва шла, концентрирование, тогда вот это. И это положение тела полу-лотос тоже не сильно тяжёлое. Её тоже можно выдержать долго. 65 минут даже нетренированным людям. И чтобы, ну, когда затекает перегрузка, можно по-турецки тоже ноги сложить. Раз. расслабили, а потом опять ту же самую ногу, не меняя ногу. Ту же самую ногу закинули наверх. Если у вас 65 минут наверху правая нога, то вы увеличиваете волю свою. А если у вас левая нога наверху все 65 минут, то вы улучшаете у себя эмоции, успокаиваете. Понятно, да? Есть волевое воздействие, есть эмоциональное воздействие. Лотос могут делать позу лотоса только тренированные люди. Вот всем остальным я запрещаю, потому что это самое тяжёлое положение тела, которое в 65 минут нереально просто выдерживает. Вот. Мы его даже не показываем. Или можете показать? Ну, она, видите, гибкая, она можете показать. Всё. Вот. Это лотос положение. Очень тяжёлое, опасное. Может, перегрузка коленных связок произойти, если долго следить. Следующее положение тела, это облегчённая, скрученная поза, которую девушки молодые, худенькие, даже на стульчиках смогут сделать. Вот так вот. На ваших стульчиках, которых вы сидите, вот так вот. Раз, вот так, да. Вот так вот. Нога за ногу закрутилась, а другая под себя. Одна нога под себя, другая закручена. Ну, соответственно, правая нога, если закручена, более тренируется, левая мысли, эмоции успокаиваются. Если вы не можете эти положения делать по какой-то причине, там, допустим, у вас травма позвоночника, или ещё у вас просто возраст, то тогда вы можете просто сидеть на стульчике. Как бы промежуточный вариант тоже хороший, эффективный, при котором 50% успеха вам гарантированно, это просто по-турецки сидеть. Ну, просто по-турецки. Эта статика не будет чиститься в этом положении. Но оно, по крайней мере, даёт больше концентрацию, чем со свешенными ногами со стуль. Вот. Поэтому все, кто может спасаться, тот делает статические упражнения, кто не может спасаться, кто не может, тот как может. Там сидит на стульчике. Всё, можно на место садиться. Нет, никому я не разрешаю. Да что же вы сегодня какие-то зверевшие-то? Успокойтесь, ну что же такое? Так, на место всё. Чтоб вас не видно было, потому что все из-за вас беспокоятся. Вы создаете беспокойство во всём зале. Москвичи приехали, блин, создают тут проблемы. В Питере всё было спокойно без них. Они создают ажиотаж тут устроен. Конкуренцию. Следующее, смотрите, у нас есть большие пальцы, это я. Мы показываем, как усиливать концентрацию внимания. Указательный палец, это моя воля. Я соединяю большое с указательным, значит, у меня будет волевые усилия возрастать во время молитвы. Мудрый это называется, мудрый. Если я соединяю большое со средним, то у меня увеличивается работоспособность, энергии становится больше. Если я устал, не могу, тогда большое со средним соединяется. И сил будет больше. Понятно? Я буду большое со средним соединять, потому что вас много, я один, у меня сил на вас не хватает. поэтому я сразу прямо большой со средним, чтобы сил хватало. Если вы не уверены в себе, вот допустим, Вероника уверена в себе, поэтому она лезет на сцену сразу, даже когда я еще не попросил. А если вы вообще здесь стесняетесь первый раз, допустим, то большое с безымянным соединяете. Вам станет легче, вы будете больше уверены, что все получится. А если вы чувствуете, что вы плохо концентрируетесь, помните о Боге плохо там, тогда и звук у вас страдает, голос тогда большой с мизинцем соединяем. Есть еще комбинированные мудры, когда вы средний с указательным соединяете вместе с большим, это ваша воля и работоспособность вместе увеличивается. На каждой руке одинаковые мудры делаем, разные не делаем. Мудрый можно менять периодически, если вам хочется. Если вы безвяны с мизинцем соединяете, то вы увеличиваете одновременно уверенность и концентрацию. Понятно? Мне буддисты недавно сказали, что оказывается вот такая мудра есть. помните, я все время смеялся, что нет, оказывается она есть, она делается правой рукой только, и большой соединяется средним, вот этот вот приставляется сюда, и два пальца кверху. Это мудра власти над людьми, и мы ее здесь делать не будем. Это мудра делается только Богом, человеком она не делается вот так шея скажет да. Вот. Понятно, да? Вот. Хорошо. Вот. Такая мудра возможно тоже есть, но мы ее тоже не будем делать. Понятно? Вот. Если вы всех задолбали дома, и хотите быть смиреннее, то тогда вот можете вот так делать такое вот. Мудра смирения. Тоже хорошее. Все мудрые, которые можно там вот такие всякие, вы допустим знаете очень много мудрых, всякие вот такие, вот такие, как бы не надо здесь это все делать. Хорошо? Вот то, что только показалось и все. Больше ничего не надо. Следующее, что мы должны знать, это как идет звук. Это очень важно. В начале молитвы надо произносить не совсем слишком громко, потому что иначе у вас начнется кашель, и перегрузка голосовых связок. Сначала хотя бы 7-8 минут надо говорить не слишком громко, чтобы голосовые смязки размялись, а потом можете произносить уже громче, когда они разомнутся. Это первое правило. Второе правило. Звук должен идти легко из груди. Например, «Алилу». Вот так не надо напрягать голосовые связки надо «Алилу». То есть от груди. У девушки как от груди? От груди? Нет, «Алилу». От груди. Вы не понимаете, кто у нас занимается пением в той девушке? Ну да, снизу, а как нельзя? Вот здесь от горла нельзя произносить, а отсюда нельзя, а ниже вот отсюда от сердца можно. Вот отсюда, вот так нельзя, понятно? Иначе сразу кашлять начнете, и плохо будет, зажмется голосовые смески. Теперь вы должны знать, что есть три типа звука, которыми люди пользуются неосознанно. Первый тип звука – это звук эмоций, вот этим мы не делаем, не пользуемся проблемами, судьбу не побеждают, улучшают настроение, эмоции. Второй тип звука – это вот от всего сердца – «Аллилуйя», «Аллилуйя», «Аллилуйя». Вот таким звуком мы не пользуемся, этот звук настроения человека. Есть звук эмоций, есть звук настроения, есть звук памяти. Звуком настроения мы не пользуемся, он не побеждает судьбу. Мы пользуемся звуком памяти. Вот что это звук? Это звук, опирающийся на память о чем-то. Вот, допустим, я опираюсь на память, что меня надо спасти, допустим, из леса. Я повторяю. «Ау-у-у-у», то есть я думаю о том, что я заблудился и крепю «Ау-у-у». «Меня спасут в этом случае?» Да, потому что все понимают, что человек заблудился. Но если я голосом настроения кричу, допустим «Ау-у-у-у», «Меня спасут». Да нет. Подумают, что какой-то придурок. Придуряется человек. Или я вот так буду, допустим. Ау-у-у! Ау-у-у! Спасут? Скорую вызовут. Скорую вызовут. А вот если я. Ау-у-у! Звук памяти работает. Или, допустим, девушки, вы, ну, молодой человек с вами общается, общается. Вы думаете, какой хороший мальчик. И он вам решил признаться в любви, да? Он такой встал и такой, я тебя люблю! Голос эмоций. Поверите или нет? Нет, не нравятся такие. Все девушки задумались. Второй вариант. Он признается вот так. Я тебя люблю! Засмеялись, застеснялись. Понравилось, нет? Нет. А вот так, если? Я тебя люблю. Понравилось. То есть голос памяти имеет судьбоносное значение. То есть он нам нравится. Мы им обычно не разговариваем, но когда надо побеждать судьбу, мы пользуемся этим голосом. Голос памяти или глубокий от сердца, такой звук. Мы им пользуемся, когда... Ну, сегодня мы побеждаем судьбу, поэтому мы сегодня им будем пользоваться. Памяти. 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 Сложно понять, что такое память, но мы сегодня как будем им пользоваться. Мы слушаем отчинаш на арамейском языке. Хороший такой, ну, специально для рекритов я подобрал такую, как бы, композицию, потому что она подходит для этого. Там специально такой звук идет, который помогает погрузиться. А вот про себя здесь нельзя. Не про себя нельзя. Надо обязательно вслух, иначе вы будете мешать всем. Да. Вот люди про себя, они по-другому настраиваются. И все, кто рядом, они ерзают. Им тяжело, потому что человек неправильно настроен. Также нельзя другие какие-то молитвы читать. Втихаря. Только вот то, что мы делаем, то и делаем. Все вместе. Все. Больше никаких разных разночтений. Понятно? А? Горло болит. Тихо, можете. Тихо. Вот так вот. Можете. Понятно? Вот. Хорошо. Вот какие вы все у меня понятны. Глаза. Если вы чувствуете, что вам мешает свет, звуки, вы можете закрыть глаза и можете даже руки развернуть ладошками вниз. Это максимальное погружение в себя. Если наоборот, вы чувствуете, что вы закрыли глаза. А-ли-лу-у-у-у-у. Я-а-а-а. Вот. Если так у вас идет, тогда откройте наоборот глаза. Потому что вы слишком быстро засыпаете Вы должны понять такую вещь Что если вам хочется спать Во время настройки Значит вы очень плохо слушаете Кор, меня Вам надо максимально соединять Свой звук со мной Иначе вы будете засыпать И значит ваша энергия не входит У вас энергетическое истощение Пошли засыпать Значит плохо слушаете Звук свой соедините С общим звуком Прямо соединяйте, старайтесь Иначе будете спать Если вы чувствуете Аллилуйя Вот у вас скапливаются эмоции Значит вы не отдаете энергию Ее себе забрали И кайфуете там внутри себя Надо ее отдавать Делиться То есть надо отдавать Я То есть спасибо господи Отдать энергию Самое лучшее состояние Это когда входит энергия Выходит спокойствие внутри Легкость Радость Спокойствие Тише Тише Не надо Чтоб вы спали Не надо Чтоб Вот этого Вот этого не надо Вот этого не надо Понятно Забираем Отдаем Забираем Отдаем А Кажется что очень громко Очень громко Кому очень громко все Это значит что у вас энергетика слабенькая И вам вы очень чувствительные люди И вам тогда надо вот беруши есть Можете подзаткнуть чем-то ушки Чуть-чуть раз А вы были на прошлом ветвете? Я никогда не был А тогда чего-то вы тут это покорекаете Субтитры создавал DimaTorzok